Наш король Людовик VII собрал почти все земли Франции под одной короной, короной династии Капитингов. И теперь у нас ни много ни мало 17 областей. Помним особенности этого мода. За 13 областей мы платим 100 золотых штрафа или налогов. За каждую область после 13 мы платим дополнительные деньги. То есть, судя или исходя из такой логики, мы переплачиваем 4000 золотых монет за то, что перебрали количество областей слегка. И эти 4000 ложатся тяжелым бременем на нашу казну, не давая нашей экономике развиваться. Фактически, мы платим за содержание армии 16500 золотых монет и больше денег в нашей казне не остается. Кроме этого, мы платим выплаты нашим принцессам, шпионам, убийцам, священникам, а также полководцам и генералам. Это 3100 золотых. Нанимаем войско на этом ходу на 1300 и заказали строительство на 3000 монет. Но это те деньги, которые мы выручили от наших походов и в результате наших успешных действий. Что ж, нам нужно что-то изменить, чтобы ситуация изменилась в нашу пользу в отношении нашей казны. И, вы знаете, начинает у меня возникать идея о продаже пары крепостей. К примеру, Марселя и Памплоны. Таким образом, мы уменьшим тратимые деньги на 2 или 3000 золотых монет. Соответственно, в нашей казне экономика возрастет. К тому же, Памплоны и Марсель вместе взятые приносят только 1300 монет в виде доходов. Из-за них мы явно уходим в минус. Вопрос, кому продать можно Марсель. Наверное, логичнее всего Марсель было бы продать Пизанцам. Может быть, гарнизон из Асти отправится в сторону Марселя. И Арагон вернет себе назад эту крепость, а мы получим возможность взять ее снова. Памплону лучше всего продать нашим союзникам-кастильцам. Так как они сейчас воюют против Португалии и воюют против султаната Альмахадов. А это очень серьезный вызов и очень серьезный прессинг идет на них. К тому же, вместо Памплона или Марселя мы сможем взять себе Барселону. Держать ее гораздо выгоднее. Может быть, взяв столицу Арагона, нам удастся заключить с ними наконец-то мир. Я не вижу смысла продолжать дальнейшую войну. Брать новые провинции мне нельзя, потому что экономическая составляющая моей империи очень слаба. И мы не можем позволить себе их содержание. С Англией мы практически покончили. Осталось разбить последнюю английскую армию, которая расположилась возле переправы, граничащей с Руаном. Армии с островов не могут перейти через Ла-Манш, переплыть. Так вот здесь стоит наш небольшой флот, но переправа наша охраняется. Так что в этом смысле все хорошо. Хорошо. Мы также ожидаем армии Священной Римской империи, которые должны вот-вот подойти к нашим границам. Поэтому на этом фронте мы расположили 2760 солдат в городах Брюге, Реймсе, в крепости Дижоне и в городе Лионе. Даже на переправе у нас тут стоит большая армия. Фронт с Арагоном у нас защищают 3452 солдата. И они ждут приказ, а еще лучше ждут командиров, которые объединят армии Тулузы и Перпиньяна и отправят их на Барселону. Но для того, чтобы нанести такой сокрушительный удар в самое сердце Арагонской империи, нам нужно разбить мелкие отряды, которые они послали терроризировать земли и окрестности Перпиньяна и Тулузы. Ну и как минимум, может быть, попытаться встретить стэк Арагона на переправе между Памплоном и Сарагосой. Нет, нет, нет. Звук. Вот что у нас слишком громко. Настройки почему-то не сохраняются. Ладно. Что еще? Ну и еще у нас свободных сил остается 2927 солдат. Это гарнизоны крепостей, городов Нанта и Руана, Парижа и также крепости Анжу. Что сделать с этим гарнизоном, вы знаете, это вопрос серьезный. Либо мы отводим войска в сторону Тулузы, рассчитывая на то, что все-таки английская армия нападет на нашего короля, который расположился на переправе и ожидает их атаки. Либо мы оставляем на защите крепости Анжу. Кроме того, у нас идет небольшое подкрепление к Арагону. Кстати, насчет армии. Содержание армии у нас критически велико. 16 тысяч золотых монет. 16 тысяч 500. 9 тысяч 193 солдата в армии французов. Это самое большое количество войск со времени начала нашей кампании. 4178 копейщиков, 4252 лучников. Первое количество лучников превышает любые другие отряды. 273 мечника. 385 единиц кавалерии. 105 элитных всадников. Вот такая вот армия. Всего 9139 солдат. Но мы боремся с превосходящими силами, потому что Священная Римская империя может выставить в три раза больше солдат на поле боя. Но благо у них есть второй фронт с Польшей. Их армии идут. Идут в нашем направлении наверняка, но через огромное пространство. Вот с Арагоном все намного хуже. Здесь довольно узкая область. И все их армии у нас на виду. И все они могут очень быстро подойти к любой из здешних точек соприкосновения. И начать сражение. Нам нужно Еретика уничтожить. Давайте отправим одного из наших. Кардиналов сделать это. Итак, два отряда Иберийских метателей. Два отряда Арбалетчики и Крестьяне с луками. Апеллидос. Копейщики. Начальные. Хинеты. И Алфараты. Тяжелая кавалерия. У нас нет кавалерии. Она только-только идет. Но все равно этот вызов надо принять. Так что выводим наши войска на сражение. 505 человек с их стороны. 1040 человек с нашей стороны. Баланс сил 4 к 3. У них у всех серебряные лычки. У них есть кавалерия. У нас кавалерии нет. Но. Угроза есть угроза. И на эту угрозу надо ответить. Пока армии Арагона разделены. Их нужно разбивать по частям. Нам легче будет. Во-первых. Потребовать выкуп. Если вдруг. Соберем много пленных. И пополнить этим нашу казну. Во-вторых. Так как содержание наших армий достаточно высоко. Нам тоже нужно избавляться от лишних. Непригодных отрядов. Ну и в-третьих. Конечно же. Остатки этих армий побегут в Барселону. Где будут занимать место для гарнизонного скрипта. Развернуть войска. Рельеф. Рельеф не дает. Ни нам. Ни врагу. Никаких особых преимуществ. У нас три отряда лучников. Мы можем выставить их вперед. В принципе. Луки. Крестьяне с луками. Это. Чуть ли не самая слабая. Наши. Воины. Поэтому. Ими мы можем с легкостью пожертвовать. А вот противокавалерийские сержанты в кольчугах. Насмехаются над врагом. Это наверное чуть ли не единственная наша серьезная сила в этом сражении. Ну еще арбалетчики. Правда как мы поведем себя арбалетчиками. Может поставим их здесь. Выдвинем вперед. И конечно же спрячем нашего полководца. Что ж. Начинаем сражение. И видим что враг. Решил нас немного удивить. Поэтому мы разворачиваемся к нему. Нашим сержантам в кольчугах придется пройти большой путь. К сожалению. И если бы враг сейчас ринулся в атаку возможно он бы успел к концу нашей перестройки. Так. Лучники готовы атаковать если что хинетов. Но в этой толпе нам важно выловить арбалетчиков. Алфараты тоже готовы если что выступить против нас. Мечники. Мечников лучше спрятать. И у нас линия копейщиков слишком далеко. Подведем их поближе. У нас так в последних сражениях получается что мы все время не успеваем среагировать нашими копьями. Ну-ну. Хинетов мы ждали. Сейчас начнется их обстрел. Уступим место арбалетчикам. Дадим им хотя бы какое-то окно. Для стрельбы. Как они хитро действуют. Они увидели возможность укусить. И кусают. Отходим. Пусть работают наши арбалетчики. Враг тоже подтягивает своих арбалетчиков. Вот так вот мы поплатились за растянутый фланг. Здесь никто не может защитить нас от обстрела хинетов. Кроме нас самих. Слишком близко подходит. Означает ли это что они готовы будут атаковать? Нет. Стоять. А нет. Очень даже означает. Отводим наших арбалетчиков. Это наверное единственный отряд, который мне жалко было бы терять. Вражеская кавалерия отправилась вперед. У нас кавалерии нет. Это большой минус. Попытаемся нанизать отряд врага на наши копья. Столкнемся с вражескими копейщиками. Так. Ну что. С кавалерией с вражеской мы справимся. Вопрос в том... Нет, 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 нет. В спину. В спину. Что при этом будут делать наши лучники? Попробуют расстрелять вражеских стрелков? Ого, как нашим достается. Но не обращаем внимания. Подставляем спины, если понадобится. Сейчас надо справиться с кавалерией. Те из наших лучников, которые не стреляют. Открывайте огонь. По крестьянам с луками. По кому угодно. Но сейчас нужно надавить на мораль противника. Враг должен быть разбит. Вперед. Отдаю заново приказ. Все. Алфараты обращены в бегство. Мы даже успеваем убить вражеского главнокомандующего. Это замечательно. Теперь победа на нашей стороне осталась только самое главное. Пожалуй, самое тяжелое. Догнать противника? Можем, конечно, уступить. Отступить, точнее. Дав возможность нашим лучникам вести перестрелку. Уже 45 пленных есть. 13 на 48. Вперед. Созвучен мой приказ. С приказом, который раздается на поле боя. Вся эта масса уходит. Тоже идем за ними. Кавалерию копейщиков разбили. У врага остались только иберийские метатели дротиков, крестьяне с луками и арбалетчики. Почему наши разворачиваются? Самое главное не дать врагу сделать ни единого залпа. Пока нам удается их преследовать. Но это пока. Наши почему-то останавливаются. Стрелки на марше и стойки. Постоянно нужно подбадривать их, чтобы они атаковали. Вот сейчас армия врага разбредется. И мы начинаем ощущать явный недостаток кавалерии. Вот куда вы отступаете? Вы пытаетесь таким образом приманить врага? Хм, надо их ловить. Да, где-то укусили, убили наши лучники. Перезаряжают оружие. Только не говорите, что еще и успеют метнуть. Да, частично успевают метнуть. Зацепили, зацепили противника. Начинаем по чуть-чуть атаковать их. Тут даже еще сильнее зацепили. Тут нам помогают наши лучники. Враг бежит. А мы пытаемся их догнать. 16 на 62. Но и врага было куда меньше, чем нас. Теперь очень важно. Арбалетчики. Вражеские арбалетчики. Попытаемся догнать, но явно часть. Частично мы врага упускаем. Бегут два отряда. 57 только пленных. Не-не-не, не так. У нас есть только один вариант. Это дать им возможность обстрелять наших копейщиков. А самим попытаться их загнать в ловушку. Крестьяне с луками. Вот они и попались. Нет-нет-нет-нет. Не выпускаем их. Есть. Словили. Вот тут-то мы побольше наберем пленных. Идем, 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 идем. Что-то вы замедлили. А что там наши арбалетчики? Вся наша армия. Ага, слеснулись такие. Мы их сейчас еще и расстреляем. А это кто? Это наши мечники. Очень удачно, что именно на них. Возложена миссия уничтожить как можно больше врага. Ну что ж, тогда оставим нашим стрелкам эту добычу. Пусть получают опыт. Один залп и есть мертвые. Второй залп, еще мертвые. Перенаправляем их в сторону наших арбалетчиков. Не даем им далеко убегать. Третий залп. Еще двое погибших. Также берем пленных. Все, враг всюду отбыл. Поэтому даем приказ всем попытаться догнать и собрать урожай вот этих вот пленных отрядов. Итак, имея армию в 9000 солдат, мы можем покончить с Арагоном раз и навсегда, но нам очень мешает открывшийся фронт со Священной Римской империей. То, что их отлучили от церкви, это, конечно, хорошо, но набирать новые провинции мы тоже не можем по причине того, что их не потянет наша экономика. Нам нужно строить экономические постройки, но из-за того, что мы уже превысили количество поселений, которые мы можем более-менее недорого содержать, наши руки завязаны. Итого мы можем пойти двумя путями. Либо распродать остатки, получив деньги от распродажи, уменьшив бремя, выплат, либо уменьшить число нашей армии, уменьшив ее содержание, таким образом мы можем сэкономить денег. Но второй вариант маловероятен, потому что армия-то нам нужна. Чистая победа. 146 французов отдали свою жизнь, но не допустили осады Тулузы. Опыт получили оруженосцы феодалов и все. Хорошая победа. Арагон в этой войне потерял уже более 6500 воинов. Мы же потеряли только 2000 французских солдат в войне с Арагоном. Ну что, 257 выкуп, отпустить, казнить. Выкуп. пусть отправляются назад на свои земли. Кавалерия практически уничтожена, а все остальные воины не представляют такой уж сильной угрозы. Мы можем объединить наши отряды. Давайте подумаем, куда мы их отправим. Так, тут мы ждем, наверное, главнокомандующего хорошего. Он скоро прибудет. можно было бы часть воинов отправить в сторону Перпиньяна, чтобы укрепить гарнизон там. В итоге-то все равно мы будем нападать по тому направлению. К Барселоне пойдем через Перпиньян. Это войско, которое они отправили в сторону Памплоны, насколько я понимаю, оно фактически окажется в ловушке. Наша цель в итоге будет захват Барселоны. А эту армию возвращаем, как и эти 17 воинов. Так вот объединяем их здесь и посмотрим, можем запустить переобучение. Да, можем, но будем ли это делать? Нет, думаю, не будем. Давайте справимся со второй армией Арагонской. Ее состав нам неизвестен, но есть добрый кардинал, который может подсмотреть. Два отряда баллист, два отряда стрелков и два неизвестных отряда, отряда неизвестного типа может нам удастся увидеть, если мы чуть-чуть потанцуем возле этой армии. Нет, не удается. Хорошо, возвращаемся. В любом случае тут у нас есть кавалерия, то есть есть определенное преимущество. Но помним, что у нас также здесь есть вот она армия местная. Ах, к сожалению, все стрелки и один отряд тяжелой кавалерии, два отряда баллист. Ну что, все равно мы проведем это сражение. Баланс сил в нашу пользу. Ну и за баллиста они наверняка заплатят кругленькую сумму, на что я рассчитываю и надеюсь эту кругленькую сумму с них срубить. Главное достоинство храбрости благоразумия. Это скорее главный уравновешивающий фактор, который позволяет храбрости приносить результат. Так, рельеф. Рельеф в пользу противника. Противник находится на возвышенности, мы в низинке, но мы в лесу. Либо они расположатся на этой стороне, либо расположатся на этой. Если расположатся вот здесь, это вообще плохо. Если расположатся тут, мы сможем выровняться по рельефу. В общем, будем надеяться и верить. Надейся на лучшее, готовься к худшему. Таков наш девиз, и этот девиз мы будем исповедовать. У них только один отряд тяжелой кавалерии, и нашими копейщиками мы с ними справимся. У нас есть отряд кавалерии, которым мы будем действовать против баллист. Но давайте спрятать его мы не сможем. Можно даже просто разделить. Есть! Случилось как мы и хотели. Объединяем. Попробуем вывести наши армии вот сюда. Но и враг тоже хорош. Они понимают, что им лучше идти как можно выше. Это тот момент, когда мы либо принимаем решение атаковать вражеские баллисты. Так как они тут стоят и будут стоять. Давайте так и поступим. Изо всех ног не жалея сил. У стрелков конечно будет то еще преимущество. Нам главное сейчас вывести нашу армию хотя бы вот сюда. отсюда мы уже сможем баллисты будут обезврежены. Они не успеют. Но нам не удастся догнать вражеских лучников и арбалетчиков. Кавалерия у них уже на месте. Они выбрали самую высокую позицию. Ладно забираем жизни баллист. А тут с арбалетчиками как-то справимся. Хотя по нам откроют арбалетчики огонь по-любому. Перестраиваются. Давайте друзья давайте сколько их 15 пятерых мы убили. и готовы вести стрельбу. Скоро нам понадобится отходить. 12 нам главное не потерять нашего полководца. 16 10 есть все мы попали под обстрел. Троих сразу потеряли 13 8 давайте друзья давайте 7 13 все еще и теперь 12 10 наша армия пока поднимается но мы не будем спешить мы понимаем что терять силы нельзя тем более на подъеме это кавалерии мы смогли позволить себе потерять силы интересно почему их всадники бездействуют или таки не бездействуют решили отправиться трое двое давайте заберем последние жизни есть убили последнего и давайте ударим вражеских арбалетчиков все их кавалерия несется на огромной скорости вот тут вот бы очень пригодилось нажать паузу и раздать дополнительные приказы а мы прошляпили немножко этот ответственный момент и скорее всего потеряем пару отрядов арбалетчиков скорее всего но не факт если вдруг каким-то чудом нам удастся как они близко давайте давайте друзья назад 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 есть ага быстро перенаправились освобождаем наших арбалетчиков подходим нашими копейщиками отойти и бьем в спину вражеским стрелкам которые так фривольно отправили свою тяжелую кавалерию конечно кавалерия нанесла урон еще из горочки жестоко поразив почти половину личного состава наших арбалетчиков они пытаются пробиться дальше за лакомой целью таки пытаются нагнать но теряют своего полководца в своей попытке замечательно мы истребили практически всех их кавалеристов уничтожили их арбалетчиков обратили в бегство и сейчас попробуем нанести удар чтобы избежать атаки так врага уничтожили нет давайте вот так будем действовать промедление смерти подобно бейте врага бейте бейте друзья один отряд кавалерий держит на себе весь бой фактически стая копейщиков она пугает противника а сколько убежало четверо стрелков тут я отступать не могу мои еще не подошли достаточно близко пытаются ввести стрельбу но теперь сломлены убегают берем их всех в плен нашим же арбалетчикам и стрелкам даем приказ атаковать вражеских метателей давайте вы еще успеете и последнего есть молодцы и успеете еще догнать вот этих вот ребят а здешние пусть подходят здесь их встретят точеные арбалетные болты никто же не отступит нет и пошел залп первые смерти среди отряда иберийских метателей дротиков наши пожалуй могут просто понаблюдать копейщики за тем как все это будет происходить врагу уйти не удастся хотя тут 10% мы потеряли тоже воинов эти потери послужат благой цель и уменьшат нагрузку на нашу казну стараются достать замахиваются но у нас численный перевес их было 60 осталось 40 сейчас все они обращены в бегство сломлены подавлены достреляем кого сможем дострелять остальных с собой заберет кавалерия есть молодцы убили всех теперь ваше дело за оставшимися ну что друзья давайте вернемся к франции начало собиранию франции положил филипп 2 август мы еще пока что не дожили до этого правителя он выдается в этом моде как бонус у него есть специальная способность и выдается он в том случае если франция не сумела к определенному моменту расширить свои границы но при этом Париж при ней остался и он выдается с 20 тысячами золота в казну в придачу и сильной армией которая позволит противостоять превосходящему числу врагу у него есть особые способности которые увеличивают характеристики воинов во время боя характеристики натиска и подобные вещи то есть очень-очень хорош в бою вместе с кавалерией чистая победа 97 на 288 получили оруженосцы аж две лычки опыта хорошо ну да это они есть наша дорогая кавалерия так вот годы жизни 1180 1223 это годы правления наверное который приобрел вермандуа часть артуа нормандии британь анже мен турень авернь и другие более мелкие земли турень так ну все это уже входит в состав франции выкуп от выкуп принимают наша казна пополняется соответственно ой ой у них уже и катапульты появились и баллисты тут копят ну ну 4 места есть для гарнизонного скрипта но мы ударили и отойдем все-таки в перпеньян ну и тяжелый вопрос что же нам делать можно нанести удар кавалерии ага тут 3 отряда копейщиков но ее нельзя отводить нет тут мы останемся так как есть у арагона тут большая армия как минимум 2 с половиной стека еще у них валенсия и здесь почти стек стоит понимать что их силы немалые и плюс в асте еще стек но к асте увы нам послать некого нам могли бы вот это воинство туда отправить но тогда наши города Леон Дижон и Реймс и Брюгги останутся без защиты так что нужно кем-то жертвовать поставили на переобучение может стоит отправить все-таки высокие налоги тогда обычные налоги поставим здесь руан руан которому ничто не угрожает ведем лучников тогда в Париж у нас кстати есть денежка у Симона эту денежку можно переправить тысячи бизантов можно но пока никак так не нанимаем больше воинов у нас и так расход на армию 16400 мы смогли сэкономить золотых монеток но за счет того что повоевали ну что анжуйский гарнизон что с тобой будем творить будем выводить всех кроме кроме наверное пары отрядов лучников в лимоша оттуда к тулузе и эта армия вовремя придет к тулузе но это не решает вопрос оттого кто же будет руководить нападением ладно ведем в лимош в лимоше есть один отряд лучников который можно перевести все остальные могут пройти еще совсем немного совсем чуть-чуть роберто хороший генерал 5 звезд может быть ему доверить армию ане уга но уга уже есть опыт ладно давайте проведем так называемую ротацию или все-таки роберто отправить к примеру перпиньян и пусть он возглавит нападение на барселону пока наш симон отвлекает на себя основные силы противника но противника тут огромная армия если осада будет барселоны то нам понадобится больше чем один стек чтобы ее взять иначе просто гарнизон барселоны выйдет к нам навстречу и закончится все это непонятно каким результатом в тулузу потеряем в деньгах да в тулузу а а в клермон можем отправить из буржа еще более элитного полководца нашего петра так так вот вернем себе часть денег и чтобы не скучали один отряд лучников ну что приблизительные планы мы себе наметили барбарос может до него можно будет как-то дотянуться нет это конечно мечты мечты только мечты все наши уже задействованы принцессы и кстати можем пройтись по креп захваченным английским крепостным сооружениям и сравнить их с нашими вот к примеру бурж в котором есть рынок в анжу рынка нет но зато они строили ули смоленую печь и водяную мельницу у нас таких сооружений нет так большие конюшни рыцари феодалы рыцари в кольчугах оруженосцы и у нас тоже казармы гарнизона у них тут плац и поэтому доступны к найму рыцари феодалы рыцари феодалы содержание 250 оруженосцы параметр общая защита 20 атака 8 натиск 3 кстати тоже содержание 250 и 4 на 4 меньше защиты и на 2 меньше атаки и на 1 меньше натиска то есть выгоднее все-таки заказывать рыцари феодалов но только они у нас пока что здесь не выросли итак плаца сколько он стоит если прицениться сколько мы выгодали захватив 7600 золота вот сколько вложили англичане плюс 2400 2400 а нет ульи это стада это не то а 1400 и сколько-то потратили на мельницы 1800 нант чем он нас порадует соливарня смоляная печь водяная мельница вот что строит искусственный интеллект в своих замках стоит взять на заметку и да тут есть хлебный рынок то есть где-то мы можем нанять еще одного купца стоимость на м850 так у нас же есть не хотят нам отдавать но ведь мы можем но не хотят английские разбойники чем вы интересно ух ты дальний бой пятерочка лучше даже чем стрельцы стрелки 4-4 4-5-6 и хабилары легкая кавалерия очень быстрая идеальная для того чтобы ловить противника также здесь нормандские бароны доступны 4-10-19 4-10-19 4-10-19 4-10-19 такие же только у этих доспехи лучше зато навык поменьше 425 ну и в содержании они подороже как и в стоимости а что в городе еврейский пригород смоляная печь соливарня и учебное стрельбище у нас по-моему не во всех городах мастерская лучника да то есть руан они тоже развивали и стоит не забывать что у нас в некоторых крепостях есть гильдии коневодов которые увеличивают опыт всадников нанимаемых в этих крепостях то есть если и нанимать где рыцарей феодалов то выгодно именно в Тулузе где у нас еще есть в Бурже по-моему нет в Дижоне да гильдия коневодов так а что в Лиможе интересного у них есть еврейский пригород смоляная печь не отстали они и по кузнице но не успели казармы новобранцев учебное стрельбище ага стадо готово а в памплоне замок ордена рыцарей Тау стоимость переобучения снижена на 20% казармы новобранцев учебное стрельбище а в сарагусе мы уже это смотрели у них есть командорство тамплиеров где и доступны к найму сержанты тамплиеров и пехота тамплиеров очень неплохая пехота защита 16 атака 10 на 2 больше чем у рыцарей феодалов спешенных натиск 5 тоже на 2 больше и в содержании они всего лишь на 25 монеток дороже то есть если доручать им рубить то они хороши но стоит понимать чем они за это платят эти ребята с двуручниками а те ребята со счетами вот такая выходит вот жизнь ничто не достается даром что ж принцесса у нас идет если что в сторону Испании в сторону Кастиль будем договариваться отогнали от Тулуза отогнали правда сюда смогут сразу же отправиться вот эти вот бойцы без кавалерии нам просто смысла нет задевать этих ребят зная что сержанты ой-ой-ой да тут есть чем ответить два отряда пехоты один отряд тяжелой кавалерии три отряда стрелковой кавалерии которые потом когда выстреляют свой боезапас превращаются в тяжелую кавалерию так что делать хочу нанять купца и не получается может отправить в памплону подкрепления или мы успеем ее продать до того как их осадят ладно тяжелый выбор нам предстоит сделать и надо заканчивать этот ход в надежде что англичане такие пойдут на переправу а не вернуться к Анжу откуда мы уже успели отвезти нашу армию в остальных всех местах мы их будем ждать с распростертыми объятиями да друзья передаем ход и внимательно следим за происходящим таки так и случилось 702 плюс против 747 кто ого раз два три четыре пять шесть отрядов кавалерии раз два три отряда лучников с длинным луком этих противных английских лучников которые не дают жизни и есть у них сержанты в кольчугах арбалетчики в общем в чистом поле нам было бы очень не по себе видите соотношение 2 к 3 но мы работаем на переправе так что у нас есть определенные преимущества и надеюсь мы ими воспользуемся убивайте всех господь узнает своих такой вот призыв развернуть войска так переправа это хорошо но стоит понимать что английские луки очень очень далеко стреляют то есть если мы где и можем расположиться то непосредственно на этом узком участке а наших арбалетчиков и лучников придется поставить подальше и лишь потом подвести и ударить и ударить точнее обстрелять врага у нас их только три но они будут той основной силой которая будет сдерживать натиск вражеских отрядов уже как-то выстраиваюсь наверное так же как будут выстраиваться противники ну и огромное число кавалерии начать битву подошли означает ли это что они достают что-то примеряются опасно ведут себя ребята так враг посылает вперед кавалерию выстраиваются выстраиваются стоять не спешим просто подойдем поближе и следим за вражескими стрелками ни тут ни тут они не проявляют признаков жизни хотя даем только повод все враг выстроился вот в таком порядке они будут еще два отряда кавалерии там входить на переправу они тронулись они тронулись как мы расположимся вперед подводим поближе подготовим им здесь еж все пошли хорошо замечательно обстреляем легкую кавалерию кавалерию противника подойдем сюда поближе почему не арбалетчики долго заряжались попадают на наш еж и первый отряд кавалерии хорошо они пустили вперед исключительно кавалерию сейчас тут будет мокруха жесткая надо бы вдохновить наших воинов 3 на 7 пошла эта самая мокруха нам самое главное истребить вражескую кавалерию с вражеской пехотой справиться и наши воины если что отправляем еще один отряд наших копейщиков поднимаем боевой дух оставшимся отрядом им там тяжело сейчас и очень важно знать что наши рядом и они отдают свою жизнь не напрасно уже отдали свою жизнь 7 на 21 еще один отряд идет жуткий жуткий бой лучники выбегают вперед отводим нашего одного из наших предводителей дабы он здесь не погиб он играет достаточно простую тривиальную роль нет 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 вот сюда и желательно в кавалерию опять его туда тянет так враг начинает бежать хорошая весточка куда ты куда 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 отойди хорошо легкая кавалерия как раз по этим делам но не наши копейщики не отводим их хабилары два отряда осталось не два даже три плюс у врага еще тяжелая кавалерия осталась молодцы нашу тяжелую кавалерию мы не отводим бьем 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 так бойцы убивайте всех бегущих достреляли практически весь боезапас вражеская кавалерия умрет на наших копьях если не умрет то покалечится начинают начинают бежать и они в гордом одиночестве мы кого-то выпустим конечно ой-ой-ой-ой какие опасные ребята таки схватят наших арбалетчиков сколько двое осталось один вы что уже все остались сержанты в кольчугах ты наша начинает бежать убили вражеского полководца расстреляем сейчас нормандских рыцарей и наверное самое время с натиском ударить спину врагу и пока подготовим нашу легкую кавалерию забирать добычу ударили отошли ого какие наглые можем и мы отойти нам в принципе не обязательно сражаться с остатками а сражают кальчугах сражают кальчугах кальчугах сержанты Но 42% нашей армии мы успели потерять в этом сражении. Заряжайте. Кажется, они начали заряжать только тогда, когда я обратил на них внимание. Такие вот халявщики. Любят отдохнуть, а надо сражаться. Французская армия ждет вашей атаки. Так вот, продолжить сражение. Добивайте их. Всех нафиг. Мы даже выведем из боя нашего одного славного копейщика. Нарбалетчики молодцы, получили лычку опыта, а воспользуются этим. Те, кому нужен опыт. Ну же. Итак, начало собиранию Франции положил Филипп II Август. Кроме духовенства, капитингам эпохи крестовых походов много помогали и города. В это время во Франции происходило коммунальное движение, то есть освобождение многих городов от власти феодалов и превращение их в самостоятельные коммуны. Если бы этого не было, конечно, было бы куда сложнее. Героическая победа 249 на 744. Английское присутствие на материке официально объявлено законченным. Больше нет армии, которые могли бы, используя стратегию выжженной земли, ходить по нашим французским землям и чинить бесчинство. Очень часто это было следствием восстания горожан против сеньоров. Велись даже настоящие войны между теми и другими. Горожане при этом нередко искали поддержку у королей и сами оказывали им помощь в их борьбе с феодалами. Короли становились сначала то на ту, то на другую сторону, но потом стали сознательно поддерживать горожан, даруя им хартии, подтверждающие их права. Англия отвела свои войска, понимая, что им через Ла-Манш не перейти. Ну а мы можем оттягивать наши войска, выводя их поближе к границам со Священной Римской империей и на два оставшихся фронта. Напоминаю, у нас остались два фронта. Это фронт со Священной Римской империей и с Арагоном. С Испанией мы союзники. И меня интересует, какую казну нам покажет следующий ход. Надеюсь, не минусовую, но определенно придется за преизбыток провинции заплатить кругленькую сумму. Ни одна из захваченных провинций сверх лимита не приносит нам достаточно денег для ее окупаемости. Поэтому с окончательной Францией придется немножко повременить. Так, отходят. Ага, увидели противника более серьезного и решили отвезти свои армии. Арагон занялся такими маневрами. Ну мне же лучше. Хотя они собираются возле Барселоны и опасная ситуация, когда высадить Барселону будет либо сложно, либо невозможно ввиду того, что к ней могут в любой момент подойти серьезные подкрепления. Удастся ли нам заручиться поддержкой престола Святого Петра? Да, ведь именно союз с ним гарантирует, что... Наверное, гарантирует. Хотелось бы верить, что он гарантирует как можно скорейшее... Ого, 2958. Неплохо. Заключение мира. В лето господня 1171 года н.э. вследствие пожара генуэзской колонии Галата, в которой были обвинены венецианцы, византийский император приказал подвергнуть аресту всех граждан Венеции, проживающих на территории империи, и конфисковать все их имущество. Этот акт был следствием коммерческого превосходства Венеции, получившей в свое время торговые привилегии, предоставленные в 1082 году Алексеем I Комниным и в 1126 году Иоанном II. Назрела необходимость разорвать столетний союз между Венецией и Византийской империей, экономику которой душили монополии венецианских торговцев. Когда в Венеции узнали невероятную новость ареста почти 10 тысяч сограждан в Константинополе, война стала неизбежной. За 6 месяцев Венеция подготовила 100 галер и 20 кораблей, которые сняли с якоря в сентябре под командованием Дожа Виталия II Микелия. Что ж, совет знать, у нас тут только адмирала не хватает. И главы гильдии шпионов. Что поддержал нас авторитет 100. Державы, начавшие войну. Халифат Абасидов Римская империя. Половецкое княжество с Новгородским княжеством. Половцы с Новгородом воюют хорошо. А то Новгород хорошо закрепился, заключив союз со Священной Римской империей и орудуя против Польши. Не дают Польше вгрызаться в сердце Священной Римской империи, что для меня выгодно. Половецкое ханство и Римская империя заключили перемирие. В Париже портовый склад закончился. Все больше торговцев предпочитают отправлять грузы на кораблях, а не на вьючных животных. Это здание позволяет обучить адмирала, который может командовать коммерческим флотом. Отправьте его подальше от ваших берегов и вскоре сможете обнаружить оборотные товары. Как только будет наполнен триумф, направьте флот в свой порт и получите значительный денежный доход от продажи товара. Также здесь вы сможете нанять пиратское судно, чтобы грабить вражеский флот. Мы так и сделаем. Сокровище вражеского генерала плюс два мораль. Всех войск минус десять. Ой, отлично, еще деньги. Верность плюс один, торговля плюс десять. Хорошо, но не актуально. Точные весы, долговой вексель. А может быть нам нанят два отряда катапульда, взять Барселону с наскок, а враг не успеет и опомнится. Раз они уж оставили нас немножко по финансам шотландцы первые. Вот оно, вот оно, пруд. Гады. Два отряда сержантов в кольчугах. Если направим кавалерию, сможем справиться. Ого, Васти уже гарнизон. Аж прям переливается. Милан взят, теперь он венецианский. Священная Римская империя. Может быть, что-то об этом думают. Так, так как у нас есть дипломат, нам смысла нет. Оставлять его здесь. Шпиона нашего. Наверное, мы отправим его мониторить границы. Меня интересует, идет ли сюда какая-то армия. Если да, то каких размеров. Кто здесь. Но они нанимают хорошие войска. Видите, только сержантов, только стрелков, стрельцов и рыцарей в кольчугах. Предпочитают сильные войска. Троечка. Пятерочка. Шестерочка. И куда вас отправить? Сколько ты здесь получаешь? 77 золота. Нам, конечно, сейчас каждая копейка дорога. Этот не дотянется. Этот хорош там, где он стоит. Давай, иди ты. Заодно прошпионишь. Нет ли армии врага? Да, так получается, что нет. А обещали, что сможет дойти аж куда. Ну что, наш король выполнил свою задачу. Сколько сокровищ? Две тысячи. Сейчас мы эти деньги и получим. В Париж. Плохо на торговлю влияет парень. 4900 золота у нас есть. Ну и давайте сделаем, наверное, то, что с самого начала не сделали. Посмотрим ролик официальной коронации, отправившись в Реймс. Конечно, у нас уже есть король Франции. Коронован в Реймсе. Но нам об этом не сообщали. Король, король, король. Допустим. И наша кавалерия. Против Священной Римской Империи оставить. А сколько у нас тут вообще кавалерий? Раз, два отряда элиты. Раз, два, три, четыре, пять отрядов кавалерий еще. Еще два отряда кавалерий. Скорее стоило бы отправить этих всадников. Ну ладно, все пути ведут в Бурж. Сначала в Бурж, оттуда в Клермон, а оттуда потом уже куда надо. Копейщиков в Руан, дабы не бунтовали. Что вам не нравится? Друзья, мне не нравится, что вам что-то не нравится. Ну ладно, низкие налоги, к примеру. Сюда есть кому прийти. Принца нужно отправлять, отправлять к Перпиньяну. Пусть, пусть работает против противника. Можно, конечно, к дежону его отправить. 300 золотых мы теряем. А в Париж пойдет Энрико. Вернет нам 100 золотых. Можем пройтись фронтом, потом выйти к Перпиньяну по необходимости. И так у нас тут армия хорошая. Так-то. Если по-честному судить. Ух ты! Вы знаете... Правда, есть проблема. К примеру. Да. Проблема, связанная с осадой Барселоны. Можно закрыть переправу. Скорее всего, они нападут на нас из-за этого. Но пока не подошел тот, кто бы возглавил. Роберто разве что. И всадники. В Перпиньяне уже готова армия, которая могла бы осадить Барселону. Ладно, куда ты пойдешь, дружище? Где тут есть что-то дорогое, на чем можно осесть? К серебру иди. Можно ли попробовать часть войск тоже подвести к Перпиньяну? Понимая, что они тоже будут задействованы при осаде Барселоны. Ну, к примеру. Давайте попробуем спрятать здесь часть войск. Стрелков сюда, соответственно. Сюда же еще один отряд стрелков. Хорошо, он тут обосновался и туда, и туда. И вашим, и нашим. Мы можем, конечно, встать здесь на переправе. Посмотреть, что будет. Но это будет серьезное побоище. Тогда и серьезное испытание. Хорошо, друзья. В принципе, следующие все действия мы будем предпринимать уже в следующем видео. Этот ход не завершается. 33-й ход. У нас очень хорошая казна. 5 тысяч. И расход на армию 16 390. 390 монет еще капнуло сверху. Нам почти удалось свести расход до 16 тысяч. Но, увы и ах. Опять тратимся на армию. И наша цель это Барселона. И, может быть, попробуем загнать Памплону и Марсель, чтобы освободиться от трат. Жалко нам. Не показывают. Те моменты, где нам приходится тратиться на лишние города. Я бы хотел за этим следить и мониторить. Это дело. Удачи вам, друзья. И не забывайте. Играйте в свое удовольствие. И возвращайтесь. Удачи вам, друзья. Продолжение следует...